Вот именно невиновный человек сидит, как так может быть. Верховный суд, я думаю, примет правильное решение. Ржена Шаботкина верит в справедливость суда. Ее сын и Ордема, молодого полицейского, судили на три года за избиение. Семья с решением не согласна, сам потерпевший указывает на других людей. Итог, в Верховном суде сам пострадавший с адвокатом защищает интересы осужденного, словно карикатура на приговор Баргузинского районного суда. По мнению потерпевшей стороны, эти следствия проигнорированы должность потерпевшего, они причастны Семья Горкина к интервьюнированным влияниям, утерянно разумным смыслом уголовного судопроизводства, где фактически виновные лица, на которых потерпевший прямо указывает на лиц, совершивших в отношении его преступления, выступают в качестве прямых очевидцев и допрашиваются свидетелям. Со слов адвоката ФРДМа, непонятно, сколько ударов было нанесено. Экспертиза на месте происшествия не проводилась. А в районном суде учитывали только показания коллег старших по званию. Именно тех, кто якобы не смог остановить избиение. Показывается, данная лица с любителями с собой в голову и не так и власть, которые мы в отношении с меня. Так как данная лица имеет человеческий интерес, и сколько того, что делал. Прошу, кто-то внести показания данной статистике критические. Кроме того, как и самостоятельно решение, проведение оперативных местных мероприятий, так же проведение профессиональных действий. Я думаю, я принимаюсь. Отметим, РДМ новоиспеченный выпускник успел отработать в отделении полиции Крумканского района только три недели. Согласно обвинению, он применил силу и задержал подозреваемого самостоятельно, хотя должностных инструкций не получал. Учтут ли все доводы в Верховном суде? В остальном приговор суда стоит без изменения. Апелляционные жалобы осужденного Шаботкина, адвоката Жанчикова, представителя потерпевшего адвоката Шевжатарова, без удовлетворения. Лучше бы меня посадили, чем невиновного сына моего. СИЗО он сидит, за что он сидит-то? Но дальше, конечно, буду жаловаться больше чего. Я была уверена 100%, что его сегодня отпустят. Несогласны с решением суда и жители Крумканского района. В сети петиция набрала больше 2000 подписчиков. И сейчас друзья и родственники запускают интернет-акцию «Освободите Эрдема». Поддержали ее уже в Москве и в Хабаровске, где учился Эрдем. Я на выпускном у него ездил, в Хабаровск, с семьей. Общался с однокурсниками, с учителями. Все самое положительное о него слышал. Его хотели оставить преподавателям. Мы готовы участвовать во всем. Мы готовы даже поехать на федеральные каналы, если будет в этом какая-то необходимость. Мы полностью готовы посвятить свое время и финансы, чтобы помочь Эрдему. Вы все согласны? Конечно. У нас здесь очень малая часть. На самом деле, у нас очень много друзей у Эрдема. Мы готовы все. Мы заявляли дополнительно свидетелей защиты. Однако суд операционной инстанции, я считаю, незаконно, немотивированно отказал нам в допросе свидетеля, который, скажем так, имел существенное значение для правильного разрешения данного уголовного дела. Адвокаты готовы пойти дальше, обжаловать приговор в кассационном суде в городе Кемерово. Если там Эрдема поддержат, то отменят и другое решение – возместить квоту почти миллион рублей за пять лет обучения. Саюна Бухаева, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Оригус». Продолжение следует...